Около 20 лет назад я впервые услышал от поисковиков о немецком опорном пункте Обергов. Еще тогда труднодоступный укрепленный район на берегу Мотовского залива в Мурманской области был овеян атмосферой тайны и загадочности. Именно в Обергофе до настоящего времени сохранилось редкое казематное орудие флаг 8-8, державшее под прицелом фарватер Мотовского залива и зону высадки советских морских десантов. Поход к Обергофу занял целый полярный день. Мы ориентировались по старой военной немецкой карте, форсировали на надувной лодке реку Титовка и прошли более 30 километров по заросшей гужевой тыловой дороге Синаферсвек. Кстати Обергоф это зимний курорт в горном массиве Тюргенского леса в Германии. Воевавшие в суровых условиях заполярья немцы и австрийцы часто называли свои опорные пункты в честь родных мест. Скудные современные источники часто называют укрепрайон Обергоф секретным. Однако данный опорный пункт неоднократно упоминался в воспоминаниях советских ветеранов, к примеру у генерала-лейтенанта Кабанова. Обергоф располагался на двух рядом расположенных сопках, связанных между собой подвесной канатной дорогой. Высоты буквально изрыты рукотворными пещерами, служившими ранее немцам складами и казармами. Даже зная на карте примерное расположение немецкой цитадели, найти ее оказалось не так просто. С дороги или с побережья амбразура укрепрайона не видна ни под каким углом. Один из лучших зенитных стволов Второй мировой войны, ХЛАК-88, не только использовался не по своему прямому назначению, но и весьма удачно был замаскирован в недрах высокой сопки и долгое время оставался невидимым для советской стороны. Подъем на высокую сопку с орудием был возможен только по узкой тропинке, простреливаемой со всех сторон. На высоте еще сохранился ржавый остов, вагонетка и рельсы узкоколейки, по которым возили породу из подземелий. Возможно, что эта же вагонетка использовалась как прожекторная платформа для поиска целей в Мотовском заливе. Спустя семь десятков лет соседнее озерцо все еще бурое от вываленных в него патронов и снарядов. Но как бы сильно не зарывались нацисты в гранитные сопки, советские морские десанты громили опорные пункты противника в Мотовском заливе, начиная с 1942 года. Генерал Сергей Иванович Кабанов так описывал в своих мемуарах первые бои на этих сопках. Боровиков внезапно напал на противника, уничтожил около 75 солдат-офицеров и взял одного пленного. Да, опорный пункт Обергов уничтожен, но у Грачева не было взрывчатки, чтобы там все взорвать. Надо полагать, что оставшиеся доты противник использует и восстановит хоть часть этого опорного пункта. В марте 1944 года разведчики отряда капитана Барболина скрытно преодолели две линии минных полей и колючей проволоки, но на третьем ряду были обнаружены противником. Яростно атакуя засехших каменных укреплениях нацистов, разведчики потеряли семь бойцов убитыми и столько же ранеными, но и сами уничтожили с десяток немецких солдат. Гарнизону крепрайона, имеющую превосходство в живой силе, шквальным огнем прижал наш десант к ответственным скалам и пытался окружить его. Советские бойцы отошли через единственный оставшийся им путь – крутую обрывистую сопку, не бросив ни одного раненого. Вход в главный скальный бункер с орудием удалось найти также не сразу, поскольку он прикрыт от огня атакующего десанта каменной стенкой и обвалившейся позднее породой. Длинный подземный коридор пронизывает всю сопку и приводит к основной цели похода – знаменитому зенитному орудию 8.8 «Флаг-36», установленному на редком тумбовом основании. Флюкт Абвер Каноне, знаменитый «Ахт-Ахт», является одним из самых известных орудий Второй мировой войны. Как и в Абергофе, это зенитное орудие стало известно благодаря борьбе совсем не с воздушными целями. Именно флаг 8.8 в начале Второй мировой войны стал для Третьего Рейха единственным эффективным средством борьбы с танками противника, тяжелыми советскими КВ и хорошо бронированными Матильдами и Черчиллями. Широкая номенклатура боеприпасов, точность и хорошая оптика, отличная пробиваемость бронебойных и кумулятивных снарядов сделали это поистине универсальное оружие очень опасным врагом. Даже высокий силуэт и плохая мобильность нивелировалась дальностью стрельбы по наземным целям почти 15 км и скорострельностью до 20 выстрелов в минуту. С такими характеристиками одинокая, но хорошо замаскированная зенитка доминировала в Мотовском заливе, практически поставив крест на безопасном судоходстве для Северного флота. Снаряды, выпущенные из этой Флаг-88, могли поражать цели даже на побережье полуострова Рыбачий. Зенитное орудие было подорвано собственным же расчетом осенью 1944 года, когда немцы удирали Сабергофа от советских морских десантов в ходе Пицамо-Киркенесской операции. До уничтожения расчет орудия был прикрыт бронищитом от осколков снарядов и бомб, который уже в бункере полностью закрывал амбразуру. Часть этого щита до сих пор лежит рядом со стволом. В музейных коллекциях России 8,8 Флаг редкий гость, а набер Гофи зенитное орудие сохранилось на очень редком цокольном лафете и именно в том месте, где служило нацистам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь до сих пор на камнях лежат ржавые снаряды к проклятой нашими танкистами и летчиками зенитке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обергов Обергов